В этот важный день к мемориальной доске Фёдора Андрианова возложили цветы, а в холле школы всех ожидала экспозиция, рассказывающая о его жизни и деятельности. 30 лет писатель и педагог преподавал в Рузаевской школе номер 5. Он был учителем русского языка и литературы и воспитал не одно поколение школьников. А в годы Великой Отечественной войны сражался за Родину. Родные и близкие вспоминают его с трепетом и теплом. Всегда буду помнить те моменты, когда мы бегали к нему, бежали со школы, чтобы просто побыть с ним, послушать его, принять его советы. Мы всегда гордились этим и он выделял нам просто, мне кажется, огромнейшее время. К столетию со дня рождения Фёдора Андрианова в школе подготовили памятный вечер. Подростки и сами больше узнали о прославленном земляке и смогли познакомить зрителей с его биографией и огромным вкладом в литературу. Шла речь и о непростых военных годах. В августе 1941 года при дивизии стал организовываться удавный отряд специального назначения, действующий по ТВА противника. Туда набирали только добровольцев. Одним из них – Фёдор Константинович Андрианов. Именно здесь он взял свои первые языка, а всего их на его боевом счету 13. Здесь, в отряде, он получил свою первую боевую награду – медаль за отвагу, за подрыв железнодорожного моста через Десну, далеко от станции Руковка. Народный писатель Мордовии – наставник для нескольких поколений рузаевцев, ветеран, достойный гражданин своей страны. Такие люди не уходят, они остаются жить в людских сердцах. Валерия Новикова, Народные новости. И умываться.